Дмитрий Евгеньевич, в политбеседе номер 14 вы упоминали о поедании печени в масонских ложах. Ребята, не было такого. Что-то вы придумываете. В связи с чем вопрос, на каких именно письменных или иных источниках основана информация об оккультных сатанинских ритуалах, практикуемых тайными обществами? Вопрос, я понимаю, шутливый и так далее, но хочу обратить внимание на одну вещь. Ваше внимание. Я, собственно, на это намекнул в этой лекции, что вот эта идея поедания печени, это же о чем говорится? О прометее. Прометея приковали к скале боги, наказали его, и послали боги орла, который ему выклевывал печень. И это длилось какие-то там тысячи и тысячи лет. То есть, древние греки хорошо знали, что печень регенерируется. А откуда они это знали? Вопрос. А печень, вы знаете, это орган саморегенерирующийся у человека. То есть, там реально, знаю, одну пятую печень оставить, она со временем вырастет. Потому что критически важный очень орган для человека. Он не парный, вот, а на нем там завязаны практически все физиологические процессы, они связаны с печенью. Через кровь там и так далее. Да. Субтитры сделал DimaTorzok